Как учатся машины и чем им в этом помогает человек? Зачем нужен коленный рефлекс? Почему глаза не ощущают холод? Ответы на такие вопросы смогут найти те, кто решит прийти в зал гимназии в дни работы зимней пущинской школы с 25 по 29 марта. Узнать ответы и задаться новыми вопросами, которые, к счастью, есть кому адресовать сразу же. Мы можем просто записать где-нибудь лекцию и потом показывать ее в зале. Но здесь именно важен факт самого общения живого с человеком, потому что все эти большие ученые, они на самом деле очень хорошие люди и простые в общении. Природу как гигантскую физическую лабораторию рассмотрит лектор, приехавший из Уфы. А на встрече, посвященной астрономии, представитель физического факультета МГУ развеет заблуждения и мифы о Вселенной. Из-за такого совсем нового, того, чего у нас тоже, мне кажется, никогда не было, у нас будет подводная археология. Да, к нам приедет Роман Прохоров и рассказывать про то, как изучают утонувшие корабли, как их поднимают, что с ними делают. Традиционно широкий спектр тем, которые стремится охватить лекторий за ПШ, продолжает психология. Ей будет посвящен целый день. Приедет Мария Фаликман рассказывать про зрительные иллюзии. И будет еще Елена Федорович, которая расскажет про поведение животных с точки зрения бихевиориста. Нам приедет Дубынин Вячеслав Альбертович. Это такой эксперимент тоже для него, потому что он будет рассказывать средним школьникам про то, как мозг отвечает за наше движение. Искусственный интеллект и анализ биологических моделей. Как бы масштабно ни были представлены лекции точного и естественного направления, не сдает позиции и филологическая. 29 марта Федор Успенский и Анна Литвинова из Института славяноведения РАН расскажут о скандинавской филологии, о том, как пишут рунами и какие произведения создавали скальды. Наукоград Пущина в лектории ЗПШ представит Елизавета Ривкина. Заведующая лабораторией креологии почв расскажет об исследованиях вечной мерзлоты. Одно из основных направлений – проблема сохранения биоты в многолетней мерзлых породах от нескольких тысяч до миллиона лет. Она чрезвычайно интересна, как чисто академическая проблема, но имеет и практическое значение, особенно в свете некоторых изменений климата и, естественно, вечная мерзлота. Наиболее уязвимая часть планеты, потому что там много льда, он быстро начинает таять. И, соответственно, будет меняться и жизнь людей, которые там, аборигенов, можно сказать, которые там живут, ну и влиять на вообще жизнь всего. Благодаря исследованиям этой лаборатории удалось сначала обнаружить в вечной мерзлоте микроорганизмы, а затем выявить механизмы, которые помогли им сохраниться. И мы показали, что определенные типы метаболической реакции идут при отрицательных температурах. Да, при тех температурах, которые ниже, чем реально в вечной мерзлоте. Еще одно важное направление – открытие новых видов, которые раньше не были обнаружены. Как отмечает Елизавета Михайловна, вопрос о том, соглашаться или нет, на предложение прочесть лекцию на запыша для нее даже не стоял. Во-первых, я очень хорошо знала одного из организаторов этой школы или главного организатора Михаила Абрамовича Ройтберга. И всегда с огромным уважением относилась к его образовательной деятельности. И когда Маша попросила меня делать лекцию, я отказать не могла. Могу сказать, что пошла за честь участвовать в этой школе. Узнать расписание можно на сайте запыша. Бесплатные лекции для школьников и, что немаловажно для всех желающих, проходят в 12 и 15 часов. Есть только одно исключение. В прошлом году мы первый раз попробовали формат вечерней лекции, такой вечерней гостиной. И он очень хорошо у нас получился, как нам кажется. В этом году у нас традиционный вечерний гельфанд во вторник в 18.30. Мы зовем очень всех. Он будет рассказывать про математику выборов. Если же пущенцы по каким-то причинам не смогут попасть на заинтересовавшую их лекцию, организаторы предложат выход и для этой ситуации. Лекции у нас уже стали традиционными. То есть формат устоялся. Мы их проводим, одновременно транслируем онлайн. И практически сразу по окончании школы они доступны в записи на канале запыша на YouTube. Соответственно, из нового того, что касается записи, мы стараемся, попробуем в этом году снова записать мини-курсы. То есть короткие 10-15-минутные занятия с нашими же ведущими на основании тех курсов, которые они проводят в рамках запыша. И потом они тоже будут доступны на канале запыша. В дни запыша планируется провести 11 открытых лекций. И на каждую организаторы приглашают не только около 230 ребят, посещающих школу и более сотни сотрудников, но и всех желающих пущенцев. Окунуться в тайны подводного мира, представить себя в антарктической экспедиции, научиться расшифровывать кёнинги. В сообществе, где любые проявления любознательности только приветствуются, все это сможет гость лекций. Запыша приготовила настоящий интеллектуальный десерт для гурманов и тех, кто только хочет попробовать новое в разнообразии наук. Диана Ларионова, Иван Хромов, ТВС Пущино.